Господу, братья и сестры, Бог нам даровал прекрасную возможность еще одна благословенный день собраться в церкви, прославить имя Божье и послушать, что Он нам скажет. Вы знаете, сегодня служение наше ведет молодежь, мы очень рады за эту возможность, и это большое благословение для нас, когда молодежь участвует в служении, знаете, наши сердца, значит, так радуются, радуются. Мы помолимся за них. Я хочу прочитать место священного писания. Это будет книга «Деяния святых апостолов» со второй главы. И здесь это очень хорошо известное нам место священного писания, когда ученики все вместе были. Деяние 2 глава с 1 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Вы знаете, когда они были единодушно вместе, произошло событие, которое мы, в принципе, это место читаем. Шум наполнил здание, в котором они находились, и это было крещение Духа Святого. Господь сошел в славе своей на то место. Вы знаете, подобное место есть в книге Иезекииля, где Иезекииль, он рассказывает о храме и описывает то, что произошло в храме. И он говорит, что в храме, когда они построили храм, то слава Божья сошла в шуме. И примерно подобное описание было. Вы знаете, что сейчас Писание говорит, что мы храм Бога Живого. Мы живой храм, в котором Господь хочет жить. И вы знаете, что прикосновение Божье и слава Божья, Господь хочет от всего сердца действовать в наших сердцах, действовать в нашей жизни. Господь хочет сегодня и сейчас благословить каждого находящегося здесь и прикоснуться, прикоснуться к каждому сердцу. Давайте мы встанем и помолимся, чтобы Господь производил свою работу, касался наших сердец, благословил молодежь и это слово. Слава Богу, что Он нам дал такую возможность вместе собраться даже в такой погоде, что мы все сюда пришли, чтобы Его просто прославлять. И когда мы наполнены Духом Святым, у нас прославление меняется, у нас поклонение меняется. Это идет от сердца нашего. И давайте сейчас споем песню, называется «Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом». Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом, наполняй мое сердце Божьей добротой, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава и хвала. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог. Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог. Господь Твоим величием, я Вас еще Тобой, мой Иисус, я Вас еще. Господь Твоим величием, я Вас еще Тобой, мой Иисус. Ты приходишь, и все изменяется от присутствия Твоего. Все, что было больным, а исцеляется, не касаясь лишь только Тебе. Я Вас еще, Господь Твоим величием, я Вас еще Тобой, мой Иисус. Пусть я Вас еще, Господь Твоим величием, я Вас еще Тобой, мой Иисус. А когда открываешь уста свои, Твое слово все сильное, проникает в сердце, проникает в сердце опреченный и дает надежду на жизнь. Я Вас еще, Господь Твоим величием, я Вас еще Тобой, мой Иисус. Пусть я Вас еще, Господь Твоим величием, я Вас еще Тобой, мой Иисус. Ты приходишь в сердце простых людей, понимая на подвиги. Ты приходишь, и Божию силу, ощущая в телах мы свои. Я Вас еще, Господь Твоим величием, я Вас еще Тобой, мой Иисус. Пусть я Вас еще, Господь Твоим величием, я Вас еще Тобой, мой Иисус. Слава Богу. Слава Богу. Какие из вас были благословены в последние несколько недель? Кто из вас был благословен за последние несколько недель? Turn to your neighbor and say, keep the fire burning. И повернитесь к своему соседу и скажите, продолжайте зажигать этот огонь. I want to start by reading from Galatians 4, 3-7. Я начну читать от Galatama. Even so, we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены веществами началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единоведного. Каждый родился от жены, подчинился закону. Чтобы искупить под законы, дабы мы получили усыновление. А как вы сыны, то Бог послал Сына Своего вопиющего, Абва Отче. Wherefore, thou art not more a servant, but a son. And if a son, then a heir of God, through Christ. Посему ты уже не вяп, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Praise God that we are hares. Слава Богу, что мы сонаследники. You know, 2 Corinthians 5, 17 says, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. И 2 Corinthians 5, 5, написано, Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. See, on the day of salvation, Our past is forgiven. Наше прошлое, оно прощено. We are clean in God's sight. Clean. Мы очищены в Божьих глазах. By the blood of Jesus. Кровь Иисуса Христа. But sanctification. Но искупление. Or being transformed. Или то, когда мы преображаемся. Into the image of Christ. Преображаемся в Иисуса Христа. It takes surrender. Это берет, чтобы мы сдавались. И это жизненный процесс. You know, many people get saved. Многие люди спасаются. Они освобождаются от своих грехов. И они остаются там. Comfortable. Все удобно. Они не растут в Боге. Но Божье Слово призывает, чтобы мы искали лица Его. И он преображает на нас сосуды, которые он может использовать. Для Его славы. Аминь. Многие люди ищут много вещей на этой земле. People seek money. They seek relationships. They seek to be respected. И они ищут деньги. Они ищут отношения. Они хотят, чтобы их признавали. These things are not bad on their own. Так сами по себе это не плохие вещи. But if that's your primary goal. Но это если ваша цель. At the end you're going to find that. To be a striving after a wind. И в конце вы узнаете, что вы бежали как будто бы за ветром. It's a false hope. Это неправильная надежда. You know, true happiness is found in Jesus. Настоящая радость, оно найдено в Иисусе Христе. It's when we're on our knees, then He pours out His love upon us. It's when we're on our knees, then He pours out His love upon us. He satisfies our heart. Он удовлетворяет наше сердце. Он изливает на нас. And today I want to talk about the changes that have happened in our lives. Once we come to God surrendered. Когда мы сдаемся перед Богом. When we open our hearts to God. First thing that happens is our heart changes. Первое, что происходит, наше сердце, оно меняется. You know, as we read Deuteronomy. Когда мы читаем Таим второзакония. We see constantly that God is worried about their hearts. Мы много видим там, что Господь, Он переживает за сердца. He tells them constantly to lay His word in their hearts. И Он постоянно говорит, чтобы они Слово Его вложили в их сердце. So they wouldn't step away from God. Чтобы они не отходили от Бога. Because the heart is the center of one's being. Потому что сердце — это центр нашего существа. The reason that people do things comes from the heart. Почему, почему, почему люди делают вещи, которые выходят из нашего сердца. The reason people say things is from the heart. Почему люди говорят, потому что это выходит из их сердца. Эмоции, они выходят из нашего сердца. Но когда мы приходим к Богу, когда мы сдаемся перед Богом. И берет Он наше сердце каменное. И дает нам сердце плотяное. Сердце, которое ищет Бога. Сердце, которое Он может использовать. Тогда, когда Он изливает Свою любовь на нас. You know, I was at prayer this last Tuesday. And there was a mom in front of me to the right. И была мама впереди, меня сидела чуть справа. With a baby. С маленьким ребенком. You know, as we started praying. И когда мы начали молиться. The baby started kind of yelling. И ребенок начал просто кричать. And this thought came into my mind. Be more like this baby. Be more needy of your father. You know how this baby needs its mother. It needs its mother to provide for it. To take care of her. To love the baby. That's how the father wants me. He wants me to be before him needy. Он хочет, чтобы я нуждался перед ним. And then every step that I take, that I would be needy of him. И каждый шаг, который бы я делал, я нуждался в нем. And this is the change that happens in our heart. И это то, что происходит перемена в нашем сердце. It's a needy heart. Это нуждающее сердце. Amen. I think we all want that heart. Я думаю, нам всем нужно такое сердце. Мы все хочем такое сердце. If we look at one of the first verses that we read, it says, Because we are sons. И одно из первых стихов, которые мы прочитали, Потому что мы сыны. God sent forth the spirit of his son. Бог послал дух своего сына. Into our hearts, crying, Abba, Father. Вопиющего, Abba, Отче. Praise God that we are sons and daughters of God. Слава Богу, что мы есть сыны и дочери Бога. And as we come to God and we seek more of him. И когда мы приходим и просто ищем его еще больше. This heart shifts. Его сердце, оно меняется. Our heart shifts into needing him more. Наше сердце меняется, что мы нуждаемся в нем еще больше. And this causes a change in our eyesight. И это производит перемену в наших глазах. That's my second point. Change of view. The way we see life changes. God begins to show us his truth. And we live by his truth. И мы живем его истиной. If we look at when Jesus. И мы смотрим на Иисуса. When he came in. When it was a dead girl. И когда он пришел, и была мертвая девочка. And everyone was crying. И все плакали вокруг. And Jesus said, she is sleeping. И Иисус говорит, она спит. And because to them she was dead. Для них она уже была мертвая. И они смеялись над Иисусом. For saying that she was sleeping. And he sent out all the people. И он сказал всем. Отозвал всех людей в сторону. И взял ее за руку. И поднял. The fact was that the girl was dead. Да, она была мертвая. But the truth was that Jesus was going to raise her. Но правда то, что Иисус Христос, Он воскресил ее. You see there's facts. Есть факты. And there's truth. Есть правда. The fact is what the human eye can see. Факт это то, что мы можем видеть своим глазом. For instance, a fact might be that something hurts in the body. Факт может быть то, что что-то болит в нашем теле. The truth is that God is my healer. Но правда есть, что Иисус Христос, Он мой исцелитель. The fact might be that I lack resources. Факт то, что у меня не хватает, а может денег. The truth is that God is my provider. Но правда есть, что Бог, Он тот, который мне дает все. A fact might say that everything is falling apart. Факт может говорить то, что все разваливается. But the truth is that all things work together. Но правда то, что все работает вместе. For the good to them that love God. Для тех, кто любит Бога. To them that are called according to His purpose. Те, которые призваны для Его благодати. The word of God says we have to walk by faith and not by sight. Библия говорит, что мы должны ходить по двери, но не по то, что мы видим. Different reality. It's not just a change in your perspective. Не то, что это перемена в твоей перспективе. It's a change where you live from. Это перемена с того, откуда ты отошел. A change in the decisions that you make. В решении, которые мы делаем. Because you know who your father is. You know who stands behind you. Like if we look at David. When he was going against Goliath. People were saying, what does he think? What do you think you're doing? He has his full armor. Да у него полностью он одетый в своем достоинстве. He has all the weapons. У него все свои принадлежности. He's so much stronger than you. Он намного сильнее, чем ты. What are you going to do with a few rocks? Что ты сделаешь с несколькими камнями? But David knew who his God was. Ну, Давид знал, кто Бог, его Бог. The same God that delivered the lion and the bear into his hand. Тот же Бог, который спас его от льва и медведя. He knew that he was able to give him into his hand. И он знал, что тот же Бог, он предаст Голиафа в его руку. He was moved with a different reality. Он двигался с другой реальностью. Everybody was scared, but he was bold. Все боялись, а он твердый был. Он знал Бога. Он знал Бога. Давид знал Бога. He had a heart after God. У него сердце было по Богу. И, you know, I believe that happened when he was in the field. И я думаю, когда он был в поле. When he was looking over his dad's sheep. Когда он пас овец своего отца. During that time. В то время. His heart God shifted. В то время Бог поменял его сердце. He was seeking the face of God. Он искал лица Божьего. And therefore he knew who his God was. И поэтому он знал, кто его Бог. In the time of trouble. Тогда, когда было тяжело. Когда было трудно. You see, first his heart was changed. Видите, сначала его сердце было поменено. After God's heart. По Божьему сердцу. Его сердце было написано, что Давид был по сердцу Бога. And therefore his eyesight changed. И поэтому его видение было поменено. He went against what people said was possible. Он пошел против того, что люди говорили, что это невозможно. And therefore his life changed. И из-за этого много было поменено. People said that Saul killed his thousands. Люди говорили, что Саввел убил тысячи. But David his ten thousands. А Давид десятки тысяч. This brings me to my last point. И это приводит меня к последнему пункту. And that's changed life. Это жизнь, которая перемененная. Давид went from being a shepherd. Давид был пастухом. To being a warrior. И стал воином. И его жизнь, она просто была достойна Богу. А changed life is a life that honors God. Помененная жизнь, это жизнь, которая... Honor. А жизнь, которая приносит славу Божьему имени. The word of God tells us that we were bought with a price. Слово Божье говорит, что мы были куплены ценой. Therefore, we ought to glorify God. Поэтому мы должны прославлять Бога. In our body and in our spirit. В нашем теле и в нашем духе. Which are Christ's. Which are Christ's. То, что оно Божье. A changed life glorifies God. Помененная жизнь, она прославляет Бога. If it's at work or at home. Если это дома или на работе. With friends or family. Друзьями или семьей. It's a person that not only speaks. И человек не просто говорит. It's someone that with his deeds and actions. Но своими делами, поступками. Показывает Иисуса Христа всем. Amen. Someone who is the light of the world. The salt of the earth. It's someone that doesn't seek his own. He's seeking to give God's love. Since we have God's spirit living inside of us. We carry different beliefs and atmosphere. You know, I remember a story. When we were in Russia a few months back. And we visited a family. They didn't go to church. Old friends, I guess, to my parents. And as we were there. They told us that there was something different about us. They said there was some aura around us. It's a different aura in us. In different words. It's like a light that's coming out of you. Amen. And this is how we're supposed to glorify God. And this happens when we give our hearts to God. He first changes our hearts. He changes the way we see. And therefore, our life is changed. And as I come to a close. I want us to focus. And when I finish, I want us to focus. On what Jesus did for us. What Jesus Christ did for us. On his cross. On his cross. It's because of him that we can come to God freely. Without a spot or a blemish. If we repent for our sins. If we repent for our sins. He is faithful and just to forgive us. But he is faithful and just to forgive us. Amen. And he changes us. And it changes us. See, what we deserved he took on the cross. To, what we deserved, he took on the cross. On himself. He took on himself. And gave us what we did not deserve. And we can confidently come to God. And we can confidently come to God. In God's presence. And could we just stand up right now? And we can stand up right now. And if you're here. And you know that your relationship with God. And if you're here. And your relationship with God. Isn't right. Or maybe you just haven't been seeking God enough. Or maybe you just haven't been seeking God enough. Because you want the change in your life. Because the Christian life, it changes you. Christian life, it changes you. And it changes what you bring into this world. And it changes what you bring into this world. Let's ask God for a fresh hunger in this prayer. And a thirst for him. So that our lives can be changed. For his glory. Amen. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok You are the risen King Слава Богу! Жив Господь! Аллилуйя! Ему достоин славы и поклонения! Что есть смысл жизни? Почему человек живет в этом мире? Чтобы человек, христианин, любой человек должен жить для Бога, иметь личность Святым Духом, Творцом. Как это иметь личность Богу? Через молитву. Моя тема будет, что есть молитва. Молитва – это тайна, дана от Бога к людям. В моей жизни, когда Бог меня крестил Духом Святым и начал молиться, прежде, когда Бог не крестил, я не мог молиться и не мог сказать «Отче наш» молитву. Мои родители не научили, но Дух Святой, когда я коснулся в моем сердце в 2013 году, когда огонь возгорелся в моем сердце, я начал молиться Духом, начал молиться и имел общение с Святым Духом и Отцом. Слава Иисусу! Это милость от Бога! Откроем от Луки. Кто имеет Библию, откройте, пожалуйста. Одинница голова. Первый стих. Случилось, что, когда он в одном месте молился, перестал, один из учеников его сказал ему «Господи, научи нас молиться», как Иоанн научил учеников своих. Он сказал им «Когда, молитесь, говорите, Отче наш, суще на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб нас насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Когда Иисус Христос молился, имел общение с Отцом, ученики, не зная, как молиться, они спрашивают Иисуса Христа и говорят «Господи, научи нас». Я думаю, это был Иоанн, ученик, кто любил Иисуса Христа, он хотел молиться, ученики хотели молиться, иметь общение с Святым Духом, и Бог научил их. Второе – это привилегия к нам, к людям молиться, потому что без молитвы жизнь – ничто. Это общение с Святым Духом, Небесным Отцом. Откроем Салтыр 54, 18. «Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос Мой». Это Давид написал, говорит, что каждый день, вечером, днем, я буду взевать Бога и искать лица Его. Слава Иисусу! Почему мы должны молиться? Почему христиане должны молиться? Это иметь взаимоотношение Богом. Христианство – это не религия, это взаимоотношение Отцом Небесным. Второе – это освобождение воли Божьей в вашей жизни. Третье – это приступать к Божьей престолу благодати. Когда мы молимся, мы соединяемся с Богом, с Святым Духом, и Он наполняет нас. Написанный к евреям, глава 4, 1 стих. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его. кто не оказался, кто из вас опоздавшим. Глава 10, 22 стишок. Да, приступаем искренним сердцем с полною верью, креплением очистить сердце от порочной совести, я умею тело водою чистой. Бог обращается к нам и говорит, нам надо очистить сердце наше и иметь общение с Ним. Последнее – это, почему вы должны молиться, это искать лица Божьи. потому что дьявол не хочет, чтобы христианин молился. Он закрывает свои уши и делает вред людям. Какие препятствия к молитве могут быть, когда христианин или человек молится? Человек не научился. Когда в моей жизни тоже я не научился, но Бог меня научил. Я благодарю Его. Может, христианин потерял веру? Может, не хочет молиться или что-то другое? Но написано, что без веры угодить Богу невозможно. Это надо, проходящее Богу, веру, что Он есть, ищущего Он воздает. Сатана может препятствовать, посылать мысли. Может, например, может, когда вы войдете в комнату или помолитесь, звонок позвонит, телефон позвонит, что-то другое, вы оставляете молитву и идете. Как христианинам молиться? Это разговор с Богом. Когда ты говоришь, а Бог говорит тебе. Не забывайте слушать Бога, когда домолитесь. Дух Святой молится за нас, потому что человек не может, не знает, что молиться, но Дух Святой молится. Аллилуйя! Молитва может быть короткой, простым, искренним. Надо молиться, должны с верою, всем сердцем нашим, смирением, страхом Господнем. Кому должны молиться? Может, молиться Богу Отцу, Иисусу Христу, нашему Спасителю. И последнее, это молитесь Духом Святым, потому что это сила есть в молитве. Я верю, что когда церковь молится, когда собираемся в молитве, произойдет победа. Когда человек молится, что-то происходит в духовном мире. Это за вашу жизнь. я верю, я верю, что когда Бог прозвал нас влиять на этот мир, дорогие братья и сестры, давайте поднимем пламя и пойдем и скажем людям в этом мире, чтобы Бог жив. Что Иисус Христ имеет надежду, имеет жизнь для них, для каждого из вас. Слава Иисусу! Будем проходить в молитве, когда будем молиться. Вспомним наши дни, когда Бог привел вас к Нему. поблагодарите Его, что Он по милости спас вас и дал вам возможность молиться к Нему, иметь привилегию, иметь общение к Личности. Слава Иисусу! Давай помолимся, склоним наши колени. Иисусу! Было бы лучше нам, если мы были бы добрей, жизнь протекала бы достойно. Ты понимаешь сам, что без любви нам тяжелее, и без надежно одиноко. Кто, кто любит всех людей, не сомневайся, живет он не напрасно у Небо в душе. Боль живой воды поток, и он не может делать слов, живет в нем любовь. Если захочешь ты идти по небесному пути, Бог поведет тебя к надежде. ты пластилиц судьбы, выбор тебе не подведи, Господа жизни не отвергли. кто, кто, кто любит всех людей, не сомневайся, живет он не напрасно у него в душе. Бог живой воды поток и огнем может божьем, делать слов, пока живет в нем любовь. Бог любит всех людей, не сомневайся, живет он не напрасно у него в душе. Бог живой воды поток, и делать слов, пока живет в нем любовь. Слава Богу! Слава Богу, дорогие братья и сестры, то, что Господь нам еще дал дожить до этого места, до этого дня, слава Ему, потому что это является большая милость Божия, что мы еще могли здесь пребывать, потому что для некоторых этот день он не настал. Сегодня я хотел бы говорить на тему выбор жизни. Знаете, мы делаем в нашей жизни, мы делаем много выборов в нашей жизни, мы делаем каждодневные выборы, мы делаем выборы или идти на работу или не идти, мы делаем идти в школу и не идти, если посмотреть немножко дальше в нашей жизни, мы делаем выбор заканчивать школу и не заканчивать, но если еще дальше посмотреть в нашей жизни, когда мы избираем себе спутника, жениться или не жениться. Но я хотел поговорить о духовном выборе в нашей жизни. Давайте откроем Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Я буду брать вторую половину этого стиха, где написано, что я пред вами предложил благословение или проклятие, жизнь или смерть. Эта фраза сегодня для нас звучит, для каждого из нас. Потому что это выбор, он будет диктовать, куда мы будем идти. В нашей жизни, много из нас, мы все рождены в христианских семьях, мы направлены на правильный путь. Но зачастую бывает, что мы забываем, какую силу Господь имеет. И мы делаем это, потому что мы ставим наши проблемы больше Бога. Мы ставим их, потому что мы кажем, что ситуация, которая есть, мы думаем, что это все конец. Может быть, какие-то отношения не сложились, может быть, какие-то другие ситуации в жизни, и мы его ставим впереди Бога. И зачастую, как люди, мы думаем, где и почему это. И в конце мы приходим, Бог меня не слышит, Бог про меня забыл, и Бог меня уже не любит. Но Господь доказывает это, когда Он отдал Своего Сына. Он сделал выбор этот, когда Он отдал Своего Сына за каждого из нас, чтобы мы имели жизнь вечную. Но зачастую бывает, что мы, когда мы начинаем это говорить, мы не шукаем причину. Мы шукаем причину в других. О, это потому что это случилось. О, Он не таков, потому что... Но мы не шукаем причину. Если взять, например, когда брат передо мной говорил, когда мы молимся, мы связываемся с Богом, мы напрямую говорим с Богом, но зачастую бывает, что мы не замечаем, что грех стоит посередине. Это то же самое, что мы будем говорить с начальником по телефоне или каким-то важным человеком по телефоне, и связь прервалась. Как быстро мы набираем этот номер, извиняемся перед этим человеком или перед этим начальником. Извините, у меня что-то не то, как связи или с телефоном. И как быстро, я не думаю, пять секунд проходит. А как быстро, если в духовном смысле, как быстро мы налаживаем контакт с Богом, когда грех стоит перед нами. Как быстро мы ищем эту проблему. И как быстро мы ищем эту проблему. Либо всего легче сказать, Бог меня уже не слышит. И этим образом, когда мы это внушаем, когда Диаон это внушает в наши мысли, тогда мы начинаем отходить от Бога. Мы начинаем искать какой-то другой путь, какое-то другое развлечение, может быть, какое-то другое, чтобы заменить эту боль, эту сложившую ситуацию. Если мы смотрим книгу Осиев, 7 глава, 8 стихе, когда написано про Ефрема, написано, «Ибо Ефрем смешался с народами и стал как неповорочный хлеб, и чужие пожают силы его, но он не замечает». Чувствую это бывает в нашей жизни, когда мы становимся, мы христиане, мы верим в это, мы сделали этот шаг, эту веру, но зачастую бывает, что мы начинаем смешиваться с этим миром, мы начинаем приобретать, что это, что он нам предлагает. И зачастую кажется, да, это может быть хорошо, да, оно приятно на время, но мы забываем, что это все временно. Дьявол, вся цель погубить нас и убить. Господь нам предлагает путь жизни, но зачастую бывает, что мы забываем это, мы забываем всю цну, это временное, это временное, как можно сказать, развлечение или временные интересы. Особенно для нас, молодежи, это трудно, мы идем потихоньку. Сперва оно начинается, сперва оно начинается, не так большое, это маленькие, нас еще тянет церковь, потом становится лень молиться, потом становится лень, потом уже нам церковь неинтересна, потому что братья не такие, братья то такое, то не такое. Мы начинаем искать причины, и так мы отходим от Бога. И то же самое мы становимся, как, потому что написано, Ефрема это колено было, когда Ефрем говорил, все молчали, это было одно из сильнейших колен в Израиле, но мы видим за то, что его гордость, он потерял это, потом написано, это было любимое дитя Бога, он носил его на руках, из-за того, что он возгордился, он стал к ней порочный хлеб, я не знаю, мы как молодежь, думаю, старшие знают, когда печут хлеб, его надо поворачивать, а то с одной стороны он будет сгоревший, а с другой нет, то же самое в нашей жизни становится, мы начинаем, мы подгоряем, потому что мы стоим на одном месте, и потом, чтобы повернуться, чтобы дальше двигаться, потому что, потому что две струны там живы, это молитва и Слово Божие, но когда мы только, но когда становится, это неинтересно, когда мы становимся в этом миру, мы уже прижали, а с другой стороны мы сыры, и когда я сегодня уже говорила, что мы как будто живы, но мы мертвы, я тоже самое, мы показываем вид, что как будто мы живы, но внутри мы мертвы, потому что мы потеряли этот контакт, и зачастую бывает, что мы этот контакт, когда мы в какую-то ситуацию попадаем, и мы не ищем воли Божьей в этом, мы не ищем этого, мы ищем, почему одно так случилось, но когда, если взять шаг назад, и сказать, «Боже, почему так случилось? Почему такое? Что ты, Бог, хочешь меня научить?» Потому что через каждое учение, через каждую ситуацию, Бог нас хочет что-то новое научить, и зачастую бывает, нам может быть неприятно, нам может быть неприятно, но когда мы следуем за Бога, Бог не говорил, что всегда будет приятно для нашей плоти, Он не говорил, что всегда будет легко, но Он нам говорит, что Он через трудности, если мы будем доверяться Ему, и доверяться Слову Ему, тогда через эти трудности Он нас сам проведет, Скажите мне, что лучше для нас? Иметь немножко временный интерес или какое-то развлечение. Или мать вечно с Богом. Или мать это вечный покой в душе. Когда мы в любой час, знаете, зачастую бывает, что заведения, которые идут или другие места, они закрываются. Но у нас контакт с Богом, мы можем 24 часа в сутки иметь. Мы можем в любой час, в любой ситуации на колени встать и искать, и искать лица Божьего, искать этот. И сегодня перед каждым из нас стоит тот же самый выбор благословения или проклятия. Что мы сегодня выбираем в нашей жизни? Какое мы сегодня хочем? Потому что там написано дальше в этом стишке, написано, чтобы мы и наше наследие могло жить. Как наше наследие может жить, когда мы его не питаем духовным? Это то же самое, что посадить дерево, и сказать, я посадил, я сделал работу, я сделал свою работу. И то же самое, мы выбираем христианство, но мы его не поливаем, солнца нету, мы его не поливаем, мы где-то скрываем. Что за этим деревом станет? За временем оно просто умрет. То же самое происходит в нашей жизни, в нашей духовной жизни. Мы со временем умираем, потому что мы ищем что-то другое, кроме Иисуса Христа. Мы ищем, мы ищем что-то такое. Мы знаем, где брать силу, но мы делаем выбор, чтобы не брать. Я хотел бы сегодня, чтобы Бог нам дал каждому из нас мудрости, и чтобы каждому из нас Бог допомог, чтобы мы могли сделать правильный выбор, чтобы мы могли сделать выбор служить Богу и чистым сердцем, искренне. И в каждой ситуации, в которой мы служаемся, чтобы всегда вертаться к Нему, чтобы наша связь с Богом была чиста, чтобы мы могли слышать, слушать, что Бог хочет нам сказать. Потому что, когда мы не слышим, это то же самое, когда мы делаем работу, какой-то начальник сказал, мы слышали слово через десятые, сделали работу, но работа некачественная, и то же самое в духовной жизни. Когда мы не слышим, что Бог нам хочет сказать, тогда мы уходим в сторону, и потом мы приходим в тупику, и мы говорим, Боже, почему это? А Бог говорит, потому что Ты не имел связи со мной, Ты не искал моей воли в этом всем. И Господь нас берет назад, Он говорит, теперь тебе покажу, как оно должно было быть сперва. Пусть нам вовсе не поможет, аминь. Слава Богу. Слава Богу. Ты идешь через толпу И несешь тяжелый крест Ты идешь, раны твои Истекаешь кровью боль в душе Не за себя, а за людей и выбор, что тебе доно Ты идешь через толпу Истекаешь кровью Прибивают руки, прибивают ноги Ветер, новый венец на голове Тебе нелегко Тебе очень тяжело Взрываешь плохо Боль в душе Не за себя, а за людей Что они тебе дворят Сердце грусть за тех людей Что распяли царя царей За твой народ Кровь ты пролил Жизнь ты отдал Смерть победил За твой народ Кровь ты пролил Жизнь ты отдал Смерть победил Великого Бога Царя всех народов Он смерть победил Великого Бога Царя всех народов Он смерть победил 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 Слава Богу За молодежь за нашу, давайте скажем слава Богу Знаете, в Библии написано Юноши, вы сильны Ибо вы победили Великого Слава Богу Знаете, я За последние несколько недель Я знаю, что Бог много делал Среди нашей молодежи Много из них Очищались Исповедовались Молились И это слава Богу И это слава Богу Но нам, как церкви Мы должны нести их Нести их на руках Молитвы И я бы хотел Всю церковь вам Встать на наши ноги И просто Попросить вас Чтобы вы Просто от всей души Вознесли молитву За нашу молодежь Чтобы Господь укреплял Потому что Есть сердца Есть сердца Которые Стремятся и ищут Бога Но есть также сердца Которые до сих пор Так они не приходят Богу Так стоят в стороне Смотрят и думают И не знают Что делать Чтоб Господь коснулся А они ответили Давайте помолимся Аллилуйя Слава Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok